Всем привет! Добро пожаловать на новый курс, посвященный основам языка программирования Python. Возможно, у вас сразу появился вопрос. Если трейдер программирует на Pinescript, то зачем ему изучать ещё один язык программирования? Дело в том, что Pinescript и ему подобные языки являются предметно-ориентированными. Такие языки разработаны для конкретной области применения. Pinescript служит для разработки индикаторов и стратегий. Стоит признать, что это очень удобно. Однако это является и недостатком данного языка. Возможности Pinescript сильно ограничены, причём даже в его области применения. Например, разработчики до сих пор не реализовали автоматизацию стратегий, из-за чего приходится пользоваться сторонними сервисами. Также можно отметить очень скромный набор функций для разработки моделей машинного обучения. Жертвуя простотой от подобных недостатков, можно избавиться, если использовать язык программирования общего назначения. Одним из таких языков является Python. Это простой и очень популярный язык программирования, который используется для создания сайтов, игр, научного программного обеспечения, различных мобильных приложений и так далее. Нам же, как трейдерам, Python может пригодиться для быстрой разработки продвинутых стратегий, например, на основе сложных моделей машинного обучения, для автоматизации стратегий, анализа данных и даже для разработки полноценных торговых терминалов. Конечно, первый курс будет не об этом, поскольку сначала необходимо изучить основы языка. Этим мы и будем заниматься в данном курсе. И в первом уроке посмотрим, как установить Python на компьютер и начать на нём программировать. Перед тем, как начать программировать на языке Python, необходимо установить на компьютер интерпретатор. Интерпретатор Python – это программа, которая выполняет другие программы, написанные на языке Python. Загрузить установщик следует на официальном сайте python.org. После завершения загрузки запустите установщик и повторите все действия за мной. Желательно, чтобы все галочки у вас были выставлены, как у меня. Далее нажимаем Install. Когда установка завершится, выскочит окно с предложением узнать больше о Python или об установленной версии. Это окно можно спокойно закрыть. Если вы справились с установкой, тогда приступаем к следующему шагу. Создадим текстовый документ и дадим ему какое-нибудь название. Кроме того, чтобы данный файл мог быть выполнен интерпретатором, он должен иметь расширение py. Файл, который мы создали, называется модулем или скриптом, в зависимости от контекста. Теперь откроем этот скрипт в idle. Idle расшифровывается как интегрированная среда разработки и обучения. Если при установке интерпретатора вы установили соответствующую галочку в нужном месте, то эта программа должна была установиться вместе с ним. С помощью idle можно просматривать, редактировать и запускать код, а также заниматься его отладкой. Отладка – это исправление ошибок. Давайте наконец приступим к программированию и напишем простенькую программу. Инициализируем переменную, записав в нее значение, которое вернет функция input. Эта функция используется для получения от пользователя информации с клавиатуры. При этом функции можно передать строку, которая выведется в консоли при запуске программы. После инициализации переменной передадим ее функции print. Эта функция противоположна функции input и служит для вывода данных. Теперь сохраняем файл. Нажав Ctrl-S, обратите внимание, что у вас должна быть включена английская раскладка клавиатуры. И запускаем программу через вкладку run или нажатием клавиши F5. После запуска скрипта первым делом срабатывает функция input и предлагает что-нибудь ввести. Следуя традиции, давайте запишем hello world и нажмем enter. После этого наша программа продолжит выполняться. В следующей строке исходного кода стоит функция print, которая выводит значение переменной. Следовательно, введенная строка hello world выведется в данную консоль. По завершению программы idle автоматически переключится на интерактивный режим. Данная среда разработки поддерживает сразу два режима работы. Программный режим и интерактивный. Программный режим мы с вами уже пронаблюдали. В этом режиме сначала в скрипт записывается код программы, далее скрипт сохраняется, а затем программа полностью выполняется. Для работы в интерактивном режиме скрипт не нужен, а команды выполняются сразу после их вызова. В качестве примера инициализируем две переменные, сложим их и результат запишем в третью переменную. Теперь запросим результат сложения, причем функция print можно не пользоваться. В интерактивном режиме удобно проводить эксперименты над небольшими фрагментами кода, которые затем могут быть перенесены в скрипт. Чтобы сразу получить доступ к интерактивному режиму, idle можно найти на компьютере и запустить. Кроме того, интерактивный режим можно включить через командную строку. Нажимаем клавиши winr, если у вас windows, и вводим команду cmd. В открывшейся командной строке пишем py и интерактивный режим python активирован. Через командную строку также можно запустить скрипт. Для этого достаточно перетащить файл в командную строку, что автоматически запишет путь к этому файлу, и нажать enter. Снова вводим hello world, и функция print в следующей строке выводит эту фразу. Программировать на python через командную строку или в среде разработки idle не лучшая идея. Вбейте в поисковике id for python и легко найдете более удобные программы. Лично я использую visual studio, которая является продуктом компании microsoft. Это достаточно масштабная среда разработки, которой будет даже многовато, если вы собираетесь программировать только на python. Если же вы решите скачать visual studio, то скачивайте community, поскольку эта программа бесплатная. Установить visual studio достаточно просто, поэтому сразу перейдем к созданию проекта на python. Запускаем visual studio и нажимаем создание проекта. Выбираем приложение python и нажимаем далее. Теперь нужно настроить проект, дать ему название и указать расположение. После настройки нажимаем создать. Как только проект будет создан, он автоматически откроется в visual studio. Теперь хочу показать основные преимущества visual studio перед idle, которые облегчат вам процесс программирования. Во-первых, это подробное автодополнение. Забегая наперед, создадим список из двух объектов и посмотрим, что с этим списком можно сделать. Visual studio автоматически предложит все существующие для изменения списка методы. Причем для каждого метода будет описание, а это между прочим может существенно сэкономить вам время. Например, первый метод append добавляет новый объект в конец списка. В idle есть автодополнение, но без описания. Во-вторых, в данной среде разработки удобнее заниматься отладкой. Например, синтаксические ошибки подсвечиваются еще до запуска программы. Запишем вот такую инструкцию специально с ошибкой и получим уведомление об ошибке и сообщение, что в пятой строке ожидается отступ. Если сделать отступ, ошибка будет исправлена. Также в Visual Studio удобнее пользоваться интерактивным режимом. Чтобы включить интерактивный режим, нажимаем средство Python-Интерактивное окно Python. Таким образом можно одновременно редактировать скрипт и экспериментировать с кодом в интерактивной консоли. Если вам нужно выполнить код в программном режиме, то нажмите клавишу F5. Причем сохранять скрипт не обязательно, он автоматически сохранится при запуске программы. И последнее преимущество Visual Studio, которое хочется отметить, это наличие системы управления версиями. Это система, фиксирующая изменения исходного кода и позволяющая вернуться к определенной версии программы. Перед тем, как начать работать над крупным проектом, обязательно ознакомьтесь с этой темой. В общем, рекомендую вам установить Visual Studio или аналогичную по функционалу среду разработки, чтобы программирование на Python было для вас максимально удобным и занимало как можно меньше времени. В заключении этого урока хочу показать вам, как создавать комментарии. В процессе изучения языка Python, скорее всего, ваш редактор будет содержать множество фрагментов кода, которые могут мешать вам при работе в программном режиме. Чтобы такие фрагменты кода вам не мешали и при этом оставались в редакторе, их можно закомментировать. Закомментированный код не будет вам мешать, потому что при выполнении программы интерпретатор игнорирует комментарии. Это хороший прием при изучении языка, поскольку можно будет возвращаться к старому коду, чтобы освежить некоторую информацию в памяти. Впрочем, если вы будете делать упор на интерактивный режим, комментировать код вам не придется. Комментарии могут быть однострочными и многострочными. Чтобы сделать однострочный комментарий, нужно вставить в начало строки хэш-символ, либо заключить код в специальные кавычки. Первый вариант является более удобным. Закомментируем функцию print, которая выводит фразу hello world. Теперь запустим программу. Как видите, вывелся только список, а следующую функцию print интерпретатор проигнорировал. В ситуации, когда кода много, можно сделать многострочный комментарий. Первый вариант заключается в том, чтобы в начале каждой строки вставить хэш-символ. В Visual Studio это можно сделать с помощью горячих клавиш. Выделяем код, зажимаем Ctrl и сначала нажимаем английскую клавишу K, а затем английскую C. Теперь можно запустить программу и убедиться, что список не выводится. Чтобы код раскомментировать, зажимаем Ctrl и сначала нажимаем английскую клавишу K, а затем английскую U. Также есть второй вариант многострочных комментариев. Все строки кода, которые нужно закомментировать, необходимо заключить в специальные кавычки. Без горячих клавиш такой способ комментирования более медленный. Однако такой комментарий Visual Studio выделяет в отдельный блок, и при желании его можно свернуть. Это освободит видимое пространство для программирования. И раз уж мы заговорили о комментировании кода, стоит сказать об основном предназначении комментариев. Оно заключается в описании отдельных инструкций или целых разделов кода. В этом плане комментарии очень полезны, потому что они помогают сделать ваш код понятным для других, а также для вас самих, когда вы позже к нему возвращаетесь. Если вы программируете лично для себя, то можете писать максимально понятные вам комментарии на родном языке. Если же вы программируете для всех, тогда ваши комментарии должны быть понятны всем и написаны на английском языке. На этом закончим первый урок. Если в ходе урока у вас появились какие-либо вопросы, пишите их в комментариях. Увидимся в следующем выпуске. Субтитры сделал DimaTorzok